А сейчас о доступности товаров на полках магазинов. Их количество растет, а значит повышается и градус соперничества, ведь покупатель всегда голосует кошельком. Сегодня в Беларуси, в больших и малых городах, работает около 4800 розничных торговых сетей, тех у кого два и более объекта для продаж. В формате дискаунтер работают более 860 магазинов. За прошлый год рост почти на сотню. Это более 230 тысяч квадратных метров торговых площадей. И там продаются в основном продукты питания. Для покупателей важны доступность цены и качество товара. В этой связи Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит мониторинг рынка по соблюдению ассортиментного перечня, чтобы у нас был выбор. А также стоимости товара и размера торговой надбавки, чтобы дискаунтер действительно был территорией низких цен. Сегодня эти вопросы обсуждали с представителями розничных сетей. Особое внимание доли белорусской продукции на полках магазинов. Пока ее дискаунтеры не выдерживают, это при том, что предложений от наших производителей много. А требования, едины для всех отечественных продуктов, должно быть не менее 80%. Это вопрос продовольственной безопасности. В рамках антимонопольного расследования мы планируем провести мониторинг деятельности всех магазинов жестких дискаунтеров. Для того, чтобы выявить, какие торговые надбавки у них сейчас существуют, каким образом у них происходит ценообразование. Для того, чтобы в том числе возможно и посмотреть влияние наших ассортиментных перечней на данные магазины. К примеру, если вы работаете в формате жесткого дискаунтера, у вас имеются определенные льготы по ассортиментному перечню. Но вы тогда должны гарантировать какую-то максимальную торговую надбавку, выше которой вы устанавливать не будете. Этот размер подлежит еще дополнительному изучению. Но и за счет оптимизации торговой деятельности, в принципе, торговые объекты могут получать соответствующую прибыль даже при такой минимальной торговой надбавке. По результатам расследования регулятор определит единые требования ко всем дискаунтерам, которые работают на белорусском рынке. При этом всей торговле рекомендовано придерживаться рекомендаций марта. Это минимальные надбавки на социально значимые товары, запрет бонусов для попадания на полку и единые подходы при ценообразовании на внутреннем и внешних рынках.